Сафин Тимур 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 В будущем мы планируем, что вот площадка республика, она будет обсуждать и другие актуальные темы. Сегодня это тема молодежи, она достаточно такая сквозная тема, касается и городов, сельских территорий, демографии, развития человеческого капитала, а далее, возможно, это будут более узкие темы. В любом случае, наша цель — это формирование инициатив, рекомендаций и экспертная вовлеченность экспертного сообщества республики Татарстан. Я представлю сегодняшних экспертов вот этой темы. Тимур Жалатович Сулейманов, первый заместитель министров молодежи республики Татарстан. Мария Валерьевна Леонтьева, Центр прикладной урбанистики, социолог. Булас Алям Ищалешев, доктор психологических наук, Казанский федеральный университет. Ну и, естественно, у нас здесь присутствуют представители различных вузов, организаций, государственные органы власти. Клара Алексея Интезидина, у нас заместитель министра труда и занятий в Татарстан. У нас есть кафедра управления персоналом Юрьева Оксана Владимировна. У нас есть Headhunter организация, которая сегодня тоже будет... Есть ее информационный блок, ведущий аналитик Headhunter. Я прошу прощения, возможно, я кого-то не назвал, но студенты, журналисты. Камиль Насабулов, Казанский федеральный университет психолога. Айдар Акмалов, университет талантов. Джалиль Будрудинов, социолог. Ну и я как раз заканчиваю Джалилем, потому что именно он будет читать вступительный доклад, автор исследования по внутриреспубликанским миграциям молодежи. Джалиль, прошу. Добрый день. Хотел бы поблагодарить присутствующих и рассказать о нашем небольшом исследовании, посвященном миграции молодежи в Республике Татарстан. Миграция в России в целом носит ярко выраженный центростремительный характер. Население активно стягивается в крупнейшие центры, такие как Москва, Санкт-Петербург. В рамках регионов население стремится в региональные столицы, представленные крупными городами. Глубинка, к которой можно отнести малые, средние города и сельскую местность, свое население активно теряют. Также для России в целом, как и для большинства стран в мире, характерно то, что миграция имеет ярко выраженный возрастной профиль. Наиболее активно мигрирует молодежь в возрасте 17-19 лет на момент окончания школы и получения высшего и профессионального образования. Мы хотели бы рассказать о том, что происходит с миграцией внутри Республики. И я попрошу обратить внимание на первый слайд. У нас была достаточно простая методика. Мы использовали методику, которую используют демографы. Мы взяли конкретную когорту молодежи, 83-97 года рождения. И на материалах переписи посмотрели, как менялась ее численность в городах и сельской местности. Получается, на момент переписи 2002 года им было от 5 до 19 лет. На момент переписи 2010-го им уже было от 12 до 27 лет. И уже последние данные мы брали данные Госкомстата о полувозрастной структуре за 2017 год. И, соответственно, нашему поколению было уже от 20 до 34 лет. Здесь представлены города. Я сразу хочу сказать, что тенденции, которые есть в Республике, они в целом те же, что и в России в целом. Наибольшим, крупнейшим центром стягивающим молодежь является Казань. Если обратите внимание, то прирост составил данного поколения более трети. Население, молодежь слабо изменилась в таких городах, как Зеленодольск, Арск, Елабуга, Альметьевск, Набережные Челны. Ну а остальные города, свое население, свою молодежь теряли. И здесь я хочу отметить то, что наибольший отток характерен для малых городов, находящихся на наибольшем отдалении от крупнейших центров. Обратите внимание на Тетюши, обратите внимание на Нурлат, на Бавлы. Следующий слайд. Как я уже отмечал, молодежь мигрирует в возрасте, наиболее пик интенсивности миграции приходится на возраст окончания школы. И здесь, наверное, образование не единственный фактор, понятно, что влияет на ток молодежи и состояние экономики, и жизненные условия. Здесь нам представлен опрос, в разных городах он проводился по численности, на котором видно удовлетворенность молодежи качеством городской среды. И на этих данных мы видим, что малым городам, в принципе, сложно конкурировать с крупными. Наверное, профильные эксперты более подробно объяснят причины миграции. Я перейду к следующему слайду. Следующий слайд демонстрирует изменение численности нашей молодежи в сельских районах. Здесь я буквально два тезиса скажу, что миграция из сельской местности, отток молодежи, ее само по себе явление не новое. И, в принципе, это тоже укладывается в общероссийский тренд. Наиболее активно теряли свою молодежь сельские районы, которые находятся также на самом значительном отдалении от центров. И, наоборот, мы фиксируем приток молодежи в районах, которые граничат с крупнейшими городами. Прошу обратить внимание на сельские районы вокруг Казани, набережных Челнов, Тукаевский район и Альметьевский район, около Альметьевска. Можно сказать, что эти районы уже входят в состав одноименных агломераций. На этом я, наверное, хотел остановиться. Джейли, а не подскажешь абсолютную величину миграции сельское плюс городское население? В целом, по республике, в целом можно отметить рост молодежи в республике в целом. Основной приток, разумеется, за счет Казани. В абсолютных цифрах, где-то на 10% мы видим увеличение численности данного поколения. Я не хочу обобщать, но здесь исследование сплошное. Вот такие вот данные. Джейли, спасибо. Если позволите, я просто пару цифр тоже добавлю. Есть примерно в той же методике разработанное исследование в высшей школе экономики, где говорится об установке на отъезд. Желающих остаться в родном городе, в малых городах, брали учащихся 11 классов в малых городах. Желающих остаться в родном городе лишь 4% в малых городах. То есть эта доля с 2004 года упала с 14 до 4%. То есть желающих остаться в городе. Это школьники, которые собираются поступать в высшеучебные заведения. 92% респондентов отметили, что покинуть малые города планируют очень много или скорее много знакомых. Это российские города. То есть мы смотрим тенденцию по российским городам, пытаемся сравнить. Естественно, те цифры, которые здесь прозвучали, их сложно сравнивать с регионами. Это нужно, опять же, исследовать. Это нужно понимать, как республики, как Казань выглядят на фоне других городов. У нас есть другая цифра, например. У нас есть цифра по Казани, что более 30 тысяч человек — это миграционный прирост. У нас есть цифра об отъезде тоже. Но миграция, о которой говорит Джалиль, она перекрывает отъезд из Казани. Она перекрывает отъезд из Казани. Ну и Казань входит в пятерку сегодня городов, в которых есть положительный миграционный прирост. Казань на пятом месте. И вот в этом случае мы говорим часто о воспитании в образовательной среде, о привязанности к городу, к своей местности, о малом городе, о любви к малой родине. Я хотел бы задать вопрос Булас Салямовичу. Да, вот Булас Салямович — исследователь в сфере, в том числе, ценностей молодежи. Я очень рекомендую вам всем посмотреть в интернете исследование Булас Салямовича. Вопрос такой. Есть ли какая-то взаимосвязь, корреляция между установкой на отъезд или наоборот привязанностью к малой родине и ценностями, которыми вы исследовали? Ценностями молодежи, которых... Сидя? Да, 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 сидя, конечно. Сидя можно, да? Вставать не обязательно. В принципе, ответ на этот вопрос зависит от того, какие именно категории молодежи мы будем рассматривать. Потому что, если речь идет, допустим, о выпускниках школы, то ни о каких ценностях рассуждать не приходится. Потому что человек не может получить высшее образование, извините, в Азнакаева, не может у него получить в Алькеева и так далее, и так далее. И эта категория людей между 17 и 22-23 годами, она все равно будет уезжать и учиться, хочет получить образование, знания. Это не только для Торстана и не только для России характерно. То же самое вы видите в Великобритании, где тоже масса маленьких населенных пунктов, но там уровень жизни замечательный. И тем не менее, молодые люди будут уезжать в Лондон, в Оксфорд, Кембридж, получать образование. Какая часть из них вернется потом, это уже от многих других факторов зависит. Если же говорить о более старших группах, на самом-то деле ценности у людей примерно одинаковые, что у молодых, что у взрослых. Просто возможности, способы удовлетворения, реализации этих ценностей, они могут быть разными. И люди ищут способы реализации своих ценностей. Способы, они связаны с экономическими представлениями, с социальными, разными представлениями. Ну, пока, может быть, этого достаточно. А вот вы исследуете Торстан, есть ли возможность сравнить с другими регионами, с другими субъектами? Ну, если мы говорим о Торстане, то мы должны учитывать, что это полиэтнический регион, по крайней мере, два существенных крупных, больших этноса. Кроме того, довольно много чувашского населения в республике. Естественно, для русской части молодежи характерна большая миграционная подвижность, в том числе за счет выезда на учебу за пределы Торстана. Для татарской части молодежи должна быть характерна. Я миграции не изучал, но логика и психология подсказывают, что должна быть характерна меньшая внешняя миграция. Но в то же время внутри республики, столицу, в Казань, конечно, в этом смысле, в этом смысле, да, это и для русской молодежи, или для татарской характерно будет. Ну и, кроме того, мы должны, наверное, учитывать, что сельского русского населения остается очень мало в республике, поэтому там больно там мигрировать уже и некому. Очень небольшой процент русского сельского населения уже в республике сейчас, в том числе молодежи, очень мало. В Верхнеуслонском, по-моему, русское население сельское преобладает и в некоторых других районах. А так, в основном, татары уже. Спасибо, Булат Салямович. И я вот просто задам вопрос пока Айдару Акмалову, да, университет талантов. Там есть необходимость чуть позже, да, отручить, да, с мероприятия. Вопрос такой, Айдар, вот говорят о высокопотенциальной молодежи, о талантах, естественно, это ваша сфера компетенции, это ваш предмет, забота, да. На самом деле, вот в Татарстане высокопотенциальная молодежь больше ориентирована на отъезд. И какие, может быть, мировые практики известны, да, там, по удержанию талантов, что в Татарстане, может быть, применяется, а что еще не хватает в республике? Ну, такое многосложное, да. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые участники этой дискуссии. В первую очередь, спасибо, что дали возможность поучаствовать. И хочется отметить, что на самом деле такая специфика, да, миграция или оттока высокопотенциальной молодежи, она характерна не только для Татарстана, просто для Татарстана в том числе. То есть ребята, которые имеют некоторые достижения на различных уровнях, может быть, на уровне республики России или международном уровне, в различных соревнованиях, состязаниях, они, как правило, и ориентируются на некоторые российские международные стандарты. Поэтому для них местом приложения их таланта, их потенциалом могут стать те, кто ставит интересные задачи. И вот тут уже вопрос как раз-таки в постановке задач, интересных проблем, в которые вовлекается молодежь. И поэтому даже, наверное, формулировка удержания молодежи, это не совсем корректно, потому что удерживать сегодня уже, да, учитывая все те процессы, которые происходят в науке, в технике, особенно в глобальных технологиях, смысла нет. Есть смысл создавать условия, которые будут привлекательными и интересными для развития потенциала. Интеллектуального, творческого, технического, предпринимательского, культурного и так далее. Тогда молодежь будет исходить из того, что здесь я могу применить те знания, которые получаю, развивать те компетенции, которые у меня есть. Поэтому, собственно, и нет какой-либо необходимости куда-то уезжать. Ну и плюс, отмечу, что из международных практик есть, конечно, программы, которые позволяют ребятам как раз-таки вовлекаться в практические задачи своих территорий, стран. Собственно, нам известны и это программы финские, сингапурские, да, сейчас параллельно там их тоже изучаем. Отмечаем, что самым главным мотивом для моего, так сказать, закрепления здесь выступают задачи, которые я решаю, какой выхлоп практически я могу получить по итогу. Вот вопрос еще дополнительный. Есть ли какая-то татарстанская фишка, так скажем, в работе с талантами? Фишка заключается в том, что у нас действительно очень много проектов в Татарстане развиваются, которые ожидают эту молодежь. То есть тот же город Иннополис, те же особо экономические зоны, они по факту уже вовлекаются в работу с салантливой молодежью. Очень много уже действующих школ, которые профильными являются тех или иных предприятий, секторов экономики. Конечно, шутим уже, что скоро и до детского сада дойдут. В этом, наверное, и фишка, потому что тогда мы видим связь, длинную связь работодателей с теми потенциальными сотрудниками, которые проходят к ним. — Если можно, проанонсирую завтрашнее твое мероприятие. — По стратегической сессии с отечественниками, да? — Да. — Вот мы будем еще дальше говорить про возвращенцев, те, кто возвращается в республику, и не только республика, возможно, кейсы каких-то больших городов. И Мария у нас в этом направлении тоже может что-то подскажет. Завтра у вас мероприятие как раз связано с этим, да? — Да, у нас трехдневная будет страт-сессия. Мы пригласили тех ребят, которые уже, в принципе, будучи за пределами Татарстана, это Москва, Питер, Европа, Америка и Азия, приезжают к нам на три дня для того, чтобы мы спроектировали с ними сообщество соотечественников, которые есть, просто нам нужно докрутить несколько идей, и продумываем еще раз форум, который будет у нас в конце ноября. — Ну вот как раз выработка, естественно, рекомендаций каких-то. — С теми, кто уехал уже, да, мы тоже работаем. — Да, то есть чем больше площадок, которые вырабатывают какие-то решения, да, рекомендации, какая-то аналитика выдают, идет обмен информацией, тем лучше. То есть вот я о цели тоже сегодняшнего мероприятия, сегодняшней площадки. — Спасибо. — Спасибо, Рахмат. — Я вот сразу к Тимуру перейду, если возможно, раз мы начали говорить о государственной политике. Вот где граница между молодежной политикой, да, вот в этом отношении, в отношении миграции, удержания или неудержания, или работе в большие города с молодежью, где граница между молодежной политикой и уже работы других министерств, там, социально-экономического блока, да, Министерство труда и занятости, Министерство экономики или Министерство промышленности. Проходит ли сейчас эта граница, или вы еще очерчиваете? — Слово «граница»? Добрый день, во-первых. Слово «граница»? Ну, какое-то очень такое однозначное, очень конкретное, не самое... — Да, к вам вопросам, да. — К вам вопросам, да, к вам вопросам. Я уже слышал, но мне кажется, это очень важно, именно очень правильно обозначать, потому что мы сегодня говорим о молодежи, и мы должны понимать, что молодежью и до появления Министерства по делам молодежи Республики Торстан по-разному занимались разные ведомства. Во-первых, было Министерство по делам молодежи и спорту Республики Торстан, до этого Министерства по делам молодежи и спорту и туризму, до этого Госкомитет и так далее. И вместе с тем говорить о том, что молодежью, непосредственно с молодежью работало только Министерство, в котором было в названии содержалось слово «молодежь», это неправильно, потому что, безусловно, фактически для каждого Министерства молодежь представляет собой и аудиторию, во-первых, ту, на которую направлена работа отраслевого министерства, и, с другой стороны, это потенциал, тот самый человеческий капитал, и любое министерство, и госорган заинтересован, чтобы умные, талантливые, перспективные ребята, те, которые имеют наибольший такой инновационный потенциал, которые на «ты» с технологиями, на «стрие», чтобы они работали в отрасли. Роль Министерства — это в какой-то степени, на наш взгляд, роль некого такого хаба, потому что даже сейчас то, что та презентация, которая была сделана, есть несколько вопросов, на которые очень интересно было бы получить ответы, которые касаются, например, качественного состава той молодежи, которая уезжает. То есть что именно это за молодежь, как именно она закончила школу, куда именно она поступает, та молодежь, которая уезжает из республики Тарстан, качественный состав этой молодежи, которая уезжает. Мы говорим о положительном некотором балансе. И куда она уезжает, кстати. Куда она уезжает, в какие именно страны уезжает, для чего? Потому что есть абсолютно нормальные, естественные процессы. То есть я сам на своем примере могу сказать, что год учился за рубежом, и на мой взгляд это абсолютно нормально, когда молодой человек имеет возможность и использует возможность получать лучшие знания, на его взгляд, которые есть. И если наша республика создает эти возможности молодому человеку заканчивать школу и далее, соответственно, с теми знаниями, которые здесь он получает, дальше учиться и получать свои знания в лучших мировых образовательных организациях, то это тоже есть, ну, очень даже и неплохо, на мой взгляд. Но дальше вопрос в том, насколько потом мы являемся тем самым магнитом для той молодежи, в которую мы вложили инвестиции, которую мы обучили, и затем которая воспользовалась возможностью, уехала обучаться за рубеж, как именно мы работаем с этой молодежью, как она приезжает. И когда мы говорим о положительном балансе, мне, например, очень интересно знать вот эти вот 10 процентов, кто именно эти 10 процентов, то есть это какая молодежь приезжает здесь к нам, то есть это и затем, какие являются ее мотивы, какие ее самые сценарии, да, жизненные сценарии, из которых она выбирает именно республику Татарстан. Поэтому вот, на мой взгляд, для того, чтобы предметно разговаривать об этом вопросе, необходимо, ну, понимать содержание, понимать, иметь очень хороший, качественный анализ этого предмета. Иначе управлять процессом вот этим, связанным с привлечением, так называемой ценной молодежью, или молодежью с максимальным интеллектуальным потенциалом в республику и создание условий, о которых говорит Айдар, о которых говорят коллеги, условия, связанные с реализацией ее потенциала, но мы сможем только гипотезами, разговаривать гипотезами некоторое время возможно для того, чтобы определить, наверное, какой-то круг задач. Но вот наша задача, как министерство, мы видим здесь, возвращаясь к вашему вопросу, это, наверное, вот здесь вместе с коллегами, через изучение опыта каждого, это создание такой системной работы по реализации молодежной политики, которая направлена на создание условий для реализации потенциала молодежи, через взаимодействие всех и на каждом этапе взросления молодого человека. Если мы говорим про школьный возраст 14-17 лет, но этот возраст характеризуется в большей степени вопросом, ответом на вопрос, с кем я. То есть молодой человек выбирает для себя, у него происходит социально-гражданское самоопределение. Он определяется, с кем, с каким сообществом интересно ему быть, и, как правило, ответы на этот вопрос он ищет в интернете. Поэтому здесь, я думаю, что очень важная задача – это создать максимальные условия, чтобы показать молодому человеку, какие есть у него возможности, но на том языке, на котором он понимает, и через те каналы, которыми он пользуется. Далее уже, будучи студентом, безусловно, это тот возраст, когда он максимально мобилен, когда мы теряем ту самую нашу ценную молодежь, мы должны здесь уже работать вместе с министерствами, с ведомствами, с высшими учебными заведениями. Сейчас мы видим, какая работа проводится, когда ставится задача на уровне государства войти в топ университетов мира, и наши университеты активно этим занимаются. Далее вопрос, когда более 60 респондентов в возрасте уже 22-30 лет, сейчас точно не могу сказать исследования, но ответили на... сказали, что они ожидают поддержку государства в части трудоустройства и решения жилищного вопроса. То есть, поэтому, если мы говорим про возраст уже 22-30 лет, то это тот возраст, когда есть и ожидания от государства, молодежи, когда нужно помочь молодому человеку те знания, которые он получил, и те ресурсы, которые вложило государство в него, помочь ему их реализовать. И здесь мы ведем взаимодействие от министерства уже как с нашими партнерами и органами госвласти, так и с партнерами. Вот здесь представитель Headhunter, у нас была встреча две недели назад в офисе Headhunter, где мы обсуждаем также и с бизнес-сектором. Если есть хорошие и интересные модели, которые работают, которые понятны, и молодежи, мы должны их использовать для того, чтобы отвечать на эти социальные запросы, чтобы были условия, чтобы молодые люди оставались. И здесь опять, еще, наверное, может быть, я глубже поставлю вопрос, и молодежь 22-30 лет, это очень большой широкий спектр, там есть и молодые семьи, и семьи, где один ребенок, семьи, где два ребенка, молодые люди, где у них очень сильно отличаются запросы, потому что кто-то начинает свой собственный бизнес, это вопрос поддержки молодых предпринимателей, кто-то начинает свою карьеру на предприятии, и вопрос возможности карьерного роста и работы с предприятиями. Вот поэтому, подытоживая, тема молодежной политики, эта тема сквозная, и она касается взаимодействия как органов госвластии, взаимодействия не только социального блока, то есть министерства образования, труда заняты социальной защитой, министерства молодежи и так далее, но и всех остальных, и министерства экономики, и министерства промышленности, потому что молодежная политика и на предприятии, какие условия есть у молодых для их развития, и молодежная политика в УЗИ, и молодежная политика в СУЗИ. То есть это такой очень объемный вопрос. Как главной задачей сегодняшнего дня это вместе с выстраиванием вот этой вот системы, для того, чтобы была понятная и скоординированная система вот этих вот площадок для реализации потенциала молодого человека. Это, конечно, стоит вопрос анализа, анализа текущего состояния, которое мы проводим, вот чтобы понимать качественный состав и внутренние движущие силы, запросы молодых людей, которые как раз и заставляют того иного молодого человека принимать решение о своем отъезде и о своем возвращении в том числе. Если мы говорим о какой-то пользе сегодняшней площадке, есть запрос на исследование, соответственно, студенты не зря, наверное, сидят, магистранты, возможно, исследования относительно качественного состава, исследования относительно групп, семейные, несемейные, это запрос на некие исследования, которые необходимы республике. Ответ на этот вопрос мы для себя видим. Сейчас мы формируем концепцию создания некого аналитического хаба, который бы собрал бы команду молодых исследователей, поэтому мы об этом будем обязательно анонсировать и на сайте министерства. Будем приглашать, потому что специфика нашей молодежной аудитории, ее мобильности и динамики, она очень сильно меняется, интересы меняются, потому что мы находимся в постоянном информационном потоке. Если посмотреть даже запросы на Яндексе, то, что сегодня актуально, через три месяца, это абсолютно, это уже не хайп, то, что сегодня актуально. Через три месяца совсем другие и запросы у молодых людей, и ролики, которые они смотрят, и вопросы, которые они задают. Поэтому это вопрос некого аналитического хаба, который способен мобильно анализировать актуальную ситуацию на Земле. Спасибо, Тимур, большое. Мы для себя уже отметили необходимые исследования в этом направлении. И Мария тоже хотела задать вопрос. Наверное, все-таки больше специфика Центра прикладной урбанистики здесь есть, в удовлетворенности молодежи качественной городской среды. Если можно прокомментировать. Прокомментировать. Добрый день. Я чуть-чуть поясню предмет своей компетенции, потому что, в отличие от коллег, это очень непонятно, я думаю, звучит, Центр прикладной урбанистики. Это независимая сеть экспертных организаций и общественных инициатив по всей стране. 98 городов участвуют в сети. Там есть профессионалы, которые занимаются консалтингом в области городского развития. Есть те, кто занимается передачей активистских и общественных технологий от одних активистов к другим. И какой-то их более-менее вообще приведению к технологизации. И третий блок, который как раз занимается тем, что оперативно анализирует городские данные в разных слоях. В городостроительном, социологическом, правовом, экономическом и так далее. Можно погуглить. Это коротко. И у меня есть несколько тезисов вообще к этой дискуссии. Сначала я тогда выполню то, что попросила Айрат, прокомментирую, а потом уже расскажу, что я вообще думаю по этому поводу. Моя компетенция основывается в Центре прикладной урбанистики на том, что уже пять лет я координирую и провожу комплексные исследования городов очень разных. Это северные города, это моногорода, например, в смысле Норильск, Мочегорск, Никель, Ноябрьск, Муравленко и прочие неизвестные вам слова из разных удаленных районов. Это исторические города, как, например, Хвалынск в Саратовской области. Это миллионники вроде Тюмени, Уфы, Екатеринбурга и так далее. Сейчас вот наступает черед Хабаровска. И как социолог я провела и сконструировала и проанализировала очень большое количество интервью с лидерами городских сообществ и представителями творческих индустрий в городах, которым мы все время задаем вопросы о том, что вас вдохновляет в городе, какова здесь ваша практика и опыт, как выстроена ваша коммуникация с другими участниками городского диалога, о чем вы мечтаете, что вас блокируют, если вы уезжаете или многие уезжают, а проблема любого российского города. Первое, что все говорят, когда ты спрашиваешь, как у вас здесь дела, это, как правило, наша основная проблема в том, что все уезжают. Хуже всего Твери, потому что Тверь между Питером и Москвой так, что можно добраться на электричке, из нее молодежь просто восвистывает со скоростью света. Это самый классический пример про Россию. И, конечно, мы обсуждали это заранее, понятно, что молодым людям, как и вы здесь все это подтвердите, очень важно возможность вести городской образ жизни, то, что вы видите в социальных сетях и в Ютубе, то есть возможность пойти на интересующий ваш концерт, потусоваться в кафе, взять кофе с утра, возможность работать не продавцом в пятерочке, не контрактником и не на производстве, а возможность работать в современных специальностях, быть дизайнерами, журналистами, программистами и кем-то еще. И это все то, чего не дают маленькие города, потому что в них не существует творческой экономики, которая создает вот те сценарии, которые тут перечислены. Потому что там не выживают кофейни, потому что торговых центров там не существует, а если вы вспомните торговые центры, особенно в небольших городах, в тех городах, откуда вы, возможно, вы поймете, что на самом деле общественное пространство маленького города это торговый центр. Потому что в нем тепло, в нем можно встретиться с друзьями, там есть детская площадка для мамы, которые стали сидеть дома с детьми одни и так далее. И, соответственно, все, о чем мы здесь говорим, оно не существует в том качестве, которое интересно молодежи для времяпрепроведения. И вот мы видим, внешний круг это Казань, а нижний круг это Чистополь, посередине набережные Челны. И мы видим, как численность тех объектов инфраструктуры, о которых здесь идет речь, естественным образом снижается от Казани к Чистополю. Ну, собственно, вот и ответ на вопрос. Просто там нечем заняться. Вы не можете быть горожанами, а вы хотите себя ими чувствовать. Вот в том числе и поэтому молодые люди уезжают. Если ты позволишь, я все-таки озвучу, что бы я хотела сказать по этому поводу. Да, если есть какие-то вопросы, потом я буду рада на них ответить. Во-первых, сначала к вашему тезису. Я бы хотела не согласиться с тем, что человеческий капитал это люди, но потому что символический капитал это не символы, а социальный капитал это не социум. Человеческий капитал это та деятельность людей на территории, которая производит ценность. Это такой термин постиндустриальной эпохи. О том, что человек, почему человек выбирает остаться здесь, платить налоги, инвестировать в местную экономику и работать здесь, а не то, что он здесь живет, потому что он может жить тут и быть иждивенцем, и не производить. Ну, в смысле, быть социальным иждивенцем, существовать на пособие или работать на какой-то очень маленькой, низкооплачиваемой работе. И это нормально, это его жизненный выбор. У нас социальное государство, но тогда он не производит той ценности, о которой мы говорим, когда мы говорим о человеческом капитале. Это важно понимать здесь, на мой взгляд, это к вопросу о том, кто качественно покидает города и кто качественно в них приезжает. Во-вторых, мой главный тезис здесь в том, что это как-то негласно звучит, хотя исследователь не озвучил никаких собственных гипотез, выводов об исследовании, которые я представил, что это плохо, что молодежь уезжает из маленьких городов, что у нас там есть убыток молодого населения. На мой взгляд, из этого как бы естественным образом следует, что надо как-то так сделать, чтобы они оттуда не уезжали. Надо их как-то там удержать. И здесь мой тезис в том, что не надо их там удерживать, потому что существуют разные типы деятельности на территории и разные сценарии жизни территорий. И вряд ли есть задача сделать так, чтобы молодые, высокопотенциальные люди скучно жили в своих маленьких городах, не развиваясь. Ну, потому что в конечном счете это не производит увеличение децентрального человеческого капитала. Да, конечно. Вот. И вопрос здесь, первый мой в том, как сами эти районы и главы этих городов, из которых уезжает молодежь, воспринимают собственные задачи. В чем задача этого города или этого района? Как ее население в целом видит, что они хотят дальше видеть, и как это встраивается вот в ту систему стратегий развития, о которых много говорится. Да, стратегии 20-30 Татарстана, районов, городов и так далее. Слава богу, сейчас это перестает быть птичьим языком, потому что существует школа мэров малых городов и так далее. В общем, эта речь как-то начинается. И на мой взгляд, первый вопрос как раз в этом. Что вообще хочет от себя район и город. Второй мой тезис в том, что действительно, как здесь уже говорил с коллегами, важно создавать сценарии, которые позволят молодым людям вернуться после того, как они получат образование и наберутся тех компетенций, которых они хотят набраться в больших городах или даже других странах. Потому что действительно создать адекватное, везде равномерное высшее образование невозможно. И вот здесь вопрос в том, во-первых, как меняются ценности людей в зависимости от возраста и их просто жизненные задачи. И второе, как сформировать эти возможные слоты, куда ты можешь вернуться, где ты можешь себя реализовать. Я тоже посмотрела несколько исследований, в частности, исследования Левада-центра, последние от июня или июля этого года о ценностях молодежи. И в общем-то там есть два таких немного противоречащих друг другу понятия, как самореализация, ценность самореализации очень высока. От выборки, там почти 43-42,7%, указывают на то, что первоочередной ценностью является возможность самореализации. Молодежь в данном случае от 18 до 30 лет это такая устойчивая категория для социологических опросов. И второе, это запрос на справедливость. Справедливое разделение оплаты труда и так далее. И возможность, кстати, участия в городском диалоге. Возможность сделать так, чтобы твое мнение относительно городского развития было услышано. Не просто спасибо, мы вас послушали, общественное слушание, 8 утра, 31 декабря, до свидания, мы все равно сделаем, как мы хотим. А действительно видеть результат своего общественного участия. И на мой взгляд, вот здесь находится потенциал малых городов и средних городов, потому что их, вообще количество их участников городского развития, то есть кто принимает решение о том, чтобы что-либо происходило, меньше. Эта система проще. И вот здесь находится возможный капитал малых и средних городов. Для тех молодых людей, которые получили образование, специализировались в чем-либо и хотели развивать свое предприятие или свою деятельность, потому что просто их ниша больше в таких городах, чем в перенаселенных, перенасыщенных многопольцах. Мария, я прошу прощения, перебью. У нас есть такой момент, когда мы об этом тоже поговорим. Стоп, да. Это просто тезисы, я не буду их развивать дальше. И что, возможно, нам следует подумать о маятниковой миграции, когда человек не возвращается на совсем свой город, а создает там производство, творческую экономику, еще что-либо, куда он периодически проезжает. Как он фактически вкладывается здесь в развитие территории, но если он хочет жить в большом городе, он может жить в большом городе. И последнее, это тренд создания новых поселений. Не обязательно это дивные люди с тесемочкой через лоб, эко-поселения. Это могут быть просто некоммерческие партнерства, арендовавшие или выкупившие землю для того, чтобы там построить себе жизнь в своем селе, как они хотят. И актуальный пример, который на наших глазах сейчас недалеко от Казани происходит, это поселок Дубльдом, где совершенно так же просто люди выкупили землю, поделили ее на лоты, создали генеральный план, продают участки и собеседуют каждого, кто хочет туда вступить. Потому что они хотят жить в комфортном социуме, более-менее однородном. Вот, на мой взгляд, какие-то из СС. Это пистолетические карамены, которые добавляют 35% приросту молодежи. Да, то есть вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что не надо держать, надо, чтобы было куда вернуться, и надо, чтобы там были новые типы деятельности. Мы еще вернемся к кейсам, прямо конкретные истории, возможно, мы их озвучим, да, если у нас останется время. Я хотел просто уже перейти к блоку именно заработных плат, материальных благ. Вот, и хотел слово предоставить Эльбир Хусаиновой, ведущий аналитик HeadHunter. У нас есть презентация тоже, да? Ты совсем аналитик, правда? Ведущий, маркетолог, прошу прощения, да. То есть вопрос о зарплате, да? У нас сводится так или иначе к этому. Всех приветствую, добрый день. Меня зовут Эльбир Хусаиновой, я работаю в компании HeadHunter, маркетологом, работаю в компании 4 года. И расскажу вам сегодня немного о... Поближе сюда, если бы. Поближе, я просто хочу увидеть презентацию. Расскажу вам немного об ожидании молодежи, да, то есть какие зарплаты они ожидают от работодателей и какие зарплаты предлагают работодатели, совпадает ли ожидание с реальной ситуацией или нет. Ну и в целом расскажу о тенденциях, да, о переезде и о сравнении зарплат в разных городах Российской Федерации. Вопрос был такой, что отличаются ли заработные платы и есть ли какие-то сферы профессиональные, где Казань отличается от Санкт-Петербурга или Москвы и уступает ли Казань по заработным платам в каких-то областях по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. И здесь я хочу сказать, что, конечно, Казань, она, так как является третьей столицей, она, конечно, пытается быть на уровне, но, конечно, с Москвой и с Питером не сравнить. Вот здесь, вот на этом слайде вы можете увидеть, что, в принципе, среднее предложение от работодателей данных городов, столиц, оно меньше, чем наши молодые специалисты ожидают. И несколько лет назад, буквально два года назад, мы проводили исследование, наша служба исследования проводила исследование, где мы посмотрели сравнение заработных плат в целом по всем профессиональным областям и увидели, что Казань, к сожалению, Казань стоит на последнем месте по заработным платам. И здесь, наверное, возникает вопрос, один из вопросов, почему наша молодежь мигрирует в города не только в Санкт-Петербург и Москву, но и в другие города Российской Федерации. И здесь мы видим, вот на этом слайде, конкуренция, какая существует в городах. Если в Казани вообще средняя конкуренция, хорошая конкуренция в регионе, это 4-5 человек на место, то есть это здоровая конкуренция. И в Казани мы видим, что конкуренция немного превышает допустимый размер. Если в Санкт-Петербурге вообще 7 человек на место, в Москве это 8 человек на место. Здесь мы взяли все профессиональные области и вывели средний показатель. Если сравнивать города Российской Федерации, прошу прощения, немного не разобралась со слайдером, мы здесь тоже сделали сравнение с другими городами. И здесь мы тоже видим, что, например, в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде здоровая конкуренция, то есть там и предложение, и спрос в нормальной системе находятся. В Новосибирске вот такая цифра 4, немного нехватка кадров. Но, как вы видите, что предложение во всех городах, оно всегда меньше, чем ожидаемая зарплата от кандидатов. Здесь это, в принципе, мы увидели такую тенденцию во всех городах. Что касается сравнения по определенным профобластям, то здесь мы также выделили города-миллионники и увидели, что, в принципе, в каких-то профобластях Казани больше заработной платы, в каких-то меньше, но каких-то прям кардинальных изменений мы здесь не заметили. Здесь мы можем сравнить, и, в принципе, средняя заработная плата по, вот взяли такие профобласти, да, бухгалтерия, производство, строительство, транспорт, и в среднем заработные платы везде одинаковые, плюс-минус. И здесь, конечно, еще зависит все от регионального коэффициента, то есть есть уральский региональный коэффициент, там в Сибири, да, чуть повыше заработные платы, но это вполне объяснимо, потому что есть, как я сказала, уже региональный коэффициент. Так, прошу прощения. Миграция молодежи. Мы сделали аналитику нашего сайта HeadHunter и посмотрели, что за последний год почти 118 тысяч соискателей со всей России в возрасте до 35 лет указали в своем резюме, что хотели бы переехать в Москву. Здесь не учтены те кандидаты, которые уже приняли решение, и вот взяли принято решение сегодня уезжать, и завтра, там, или через неделю уехали уже. То есть именно те, которые указали в своем резюме, что хотели бы переехать, но пока не решились, но рассматривают работу столицы. И здесь мы посмотрели, что 3% из этих 118 тысяч это молодежь из Казани. В принципе, посмотрите вот на эту диаграмму, здесь мы видим, что в других городах-миллионниках тоже процент примерно такой же, ну и процент в Санкт-Петербурге, он немного превышает, но это вполне допустимо, потому что количество людей в этом городе намного больше, чем в других городах. Если говорить о гендерном составе, то мы вот здесь слышали, что в основном переезжают и готовы к переезду это студенты и уже молодые люди после выпуска из школ, но на нашем сайте, проанализировав базу, мы увидели, что более 50% это люди от возраста от 26 до 35 лет с высшим образованием, то есть уже те люди, которые проработали в определенных организациях, на определенных должностях и, видимо, приняли решение, что все, здесь они там больше не могут развиваться, есть какой-то потолок, может быть, нет должностей, которые они могли бы для себя найти, и принимают такое решение. И эти люди, вот 50%, больше 50% с опытом более 6 лет, и в основном это мужчины. Ну, это вот такие данные, которые мы проанализировали благодаря нашему сайту, где не хватает специалистов в Казани. Эти данные вот буквально на вчерашний день мы проанализировали нашу базу и увидели, что со стороны организации есть потребность именно в молодежи, именно в сфере производства. Но хотим сказать, что молодежь сейчас тоже в производство активно идет, и мы также работаем и с вузами, и со средне-техническими специальными заведениями, и рассказываем им о том, что сейчас производство, рабочий персонал, очень востребованные профессии, что заработная плата в этих областях сейчас уже не такая низкая и на уровне находится. Поэтому мы тоже эту работу со своей стороны, агитацию такую проводим. И вот здесь посмотрите, конкуренция, вернее, потребность, количество соискателей на одну вакансию благодаря агитации со стороны правительства, со стороны центра труда и занятости, и работодателей дали свои результаты, и мы видим, что в сфере производства уже количество желающих пять человек на одно место. По крайней мере, это вот по данным нашего сайта. Это желающие или запрашивающие? Желающие, желающие, да, со стороны соискателей. То есть количество резюме на одном место, пять штук в сфере производства. Здесь я немного расскажу, наверное, о том, мы также проводим регулярно опросы среди определенной аудитории, и мы опрашивали молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, и 20% из опрашиваемых заявили, что хотели бы работать в крупных компаниях с известными брендами, то есть это те компании, главный офис которых находится в Москве, в Санкт-Петербурге и за рубежом. Многие хотели бы, 16% из этой аудитории хотели бы иметь собственный бизнес, 12% хотели бы развиваться в творческом направлении или работать на фрилансе, и дальше уже 7% вообще не хотели бы работать. Далее. Где требуются молодые специалисты? Это данные, которые мы взяли из вакансий, то есть из количества опубликованных вакансий. Мы увидели, что в нашем городе, в Казани, наибольшее количество молодежи требуется в сфере продаж, административный персонал, консультирование, туризм и IT-телеком. Ну, здесь мы пятерку так вот обозначим, и вот здесь вы видите топ-10 сфер, в которых требуются молодые специалисты в возрасте от 18 до 25, до 26 лет вот в этой возрастной категории. И также по зарплатным ожиданиям. Вот посмотрите на этот слайд, то есть большинство работодателей, 50% указывают в своих вакансиях заработную плату от 20 тысяч рублей, и большинство отталкивается именно от этого ценового порога. Но желающие, опять-таки, кандидаты хотят получать больше 20 тысяч рублей, то есть в пределах 20-35 тысяч рублей. Но от 35 тысяч рублей предлагают только 27% работодателей, хотя же хотят получать в этой ценовой категории 23%. То есть здесь иногда ожидания, как мы уже видели на предыдущих слайдах, не всегда совпадают с возможностями, которые готовы платить работодатели. Я сегодня не совладаю, да. И здесь, на этом слайде, мы обозначили перспективные профессии будущего, о которых много говорят и много дискуссий по этому поводу. И в основном в будущем будут востребованы профессии, которые связаны с интеллектуальной собственностью, с робототехникой, с диджитал, с технологиями. И даже, например, торговля или медицина в дальнейшем тоже будут автоматизированы и направлены именно на искусственный интеллект, с помощью искусственного интеллекта. Будет развиваться. И какими качествами должен обладать кандидат в 2020 году. Здесь я почему этот слайд провела, потому что, когда мы работаем с вузами и с техниками, с колледжами, мы всегда рассказываем о том, вообще какие кандидаты сейчас на рынке труда востребованы, каких кандидатов хотят видеть работодатели. И стараемся рассказывать о том, как можно эти качества в себе развить. И не знаю, насколько этот слайд относится к нашему сегодняшнему, к нашей сегодняшней дискуссии, потому что я начинала с цифр, и мы в основном рассказываем сейчас про это. Но вот эти качества, клиентоориентированность очень будут востребованы, и надо тоже на этом делать акцент. И вот мы часто говорим о том, почему наша молодежь уезжает, и как сделать так, чтобы они оставались здесь. Вот здесь есть такое качество, как мультиязычность и мультикультурность. То есть когда мы советуем кандидатам, соискателям, как сделать так, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда, мы говорим всегда, чтобы они изучали языки и развивались не только в рамках своих должностных обязанностей, которые им в организации назначили, под должностной инструкцией, но также выходили за рамки этих должностных обязанностей. Также умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми, но здесь мы говорим о коммуникабельности, в том числе работа в режиме высокой неопределенности и творческие люди также нам нужны в Казани и вообще в целом в России. Но также хочется сказать, вообще в целом был такой вопрос, какими качествами, и вообще я согласна с одним из ораторов, когда, по-моему, вы говорили, нет, вы говорили, прошу прощения, что сейчас люди, молодые люди, им интересны именно задачи, именно качество этих выполняемых задач, то есть возможность развиваться. Это на самом деле так? Сейчас на самом деле основная тенденция такая, даже люди молодые, и не совсем молодые, стремятся больше даже не к карьерному росту, а именно выбирают организации, где им дают возможность именно профессионально развиваться и ставят интересные задачи, где есть возможность открытого диалога с работодателем, где действительно к работодателю прислушиваются и учитывают мнение данного сотрудника. Спасибо большое. Я просто для себя сделал такой вывод, исходя из слайдов. Вот есть у нас сфера IT, она предлагает и более высокий порядок заработных плат, есть соответствующая инфраструктура, которая, так скажем, магнит молодых людей здесь, в Казани. Соответственно, если мы говорим о каком-то желаемой жизненной стратегии для республики, так скажем, мы хотим больше высокопотенциальных ребят здесь на нашей территории, то вот эта сфера, она как раз может стать неким магнитом, который тащит за собой высокопотенциальные людей. IT-сфера, да, имеете в виду? Да, это в качестве гипотезы. Насколько я просто попытался связать вот эти показатели. В том числе, да. Ну, IT-сфера, она сейчас вообще везде востребована, да, и не только в Казани, и в других городах тоже, но и одна из сфер, да, которая может быть притягивается. За счет которой Казань может конкурировать с другими городами. Да, да. То есть, если я ориентируюсь на заработную плату. Вера, большое спасибо. Вот, не случайно, вопрос об ориентации на заработную плату и на задачи, да. Я хотел возвратиться к вопросам ценности Булас Алимыча. И вот у вас есть исследование о профессионализме и ориентации на материальный доход, да? Я прошу прощения, сейчас не могу воспроизвести название статьи. Да. Я могу, да, ее сейчас помнить, да? Не важно. Название не важно. Насколько действительно в ценностях молодежи сейчас происходит сдвиг от сугубой ориентации на заработную плату к, может быть, задачам, к интересным задачам? Заработная плата, конечно, важнее, безусловно. Есть ли сдвиг какой-то динамика в пользу задач, какого-то интереса? Я думаю, что нет. Заработная плата в любом случае важнее будет. Мы должны просто рассматривать уровни зарплаты. Предположим, если речь идет о зарплатах уровня 60-70 тысяч и больше рублей, то, да, люди начнут выбирать ту, которая более интересна в такую работу. Но если речь идет о зарплатах, там 20-30-40 тысяч рублей, люди будут выбирать ту, где больше платят. Вот и все. Когда высокий уровень зарплат, люди думают о развитии, о творчестве и прочее. Когда низкий уровень, они думают о выживании, о материальных ценностях. А есть какие-то пики в возрастах, когда более интересная? То есть, если бы мне, например, предложили 20 тысяч зарплат, я бы тоже не пошел. Поэтому я прекрасно понимаю молодежь. На 20 тысяч нет, я не пойду работать. А почему молодежь должна идти работать на эту зарплату? Нет, конечно, нет. Если безвыходная ситуация, если вообще больше никак, нигде, то да, тогда придется, наверное, пойти на такую работу. А прослеживаются ли какие-то возрастные пики, когда ценность материальных благ, которая обозначена в качестве одной из важных ценностей, есть ли возрастные пики, когда это абсолютно превалирует, когда есть все-таки удовлетворение? Я не проводил таких исследований по поводу зарплаты. Но я думаю, это очень индивидуально. Если вы, ну, не конкретно вы вообще молодой человек, если мы имеем дело с молодым мужчиной, если он женился 20 лет, то для него материальная проблема уже в этом возрасте будет чрезвычайно актуальна. Если у него нет семьи и нет детей, то он себе может позволить более длительный период жизни, когда он, ну, находится в поиске, ищет, ищет, профессии меняет. Это очень от индивидуальных факторов зависит конкретно. Также и за рубежом, кстати, если... Поскольку я занимаюсь научными исследованиями, у меня довольно много есть знакомых исследователей зарубежных, специалистов, с которыми я иногда переписываюсь, ну, у них тоже так же. Многие исследователи, вплоть до 40, мужчины, я имею в виду, до 40-45 лет, не заводят семью и довольно спокойно относятся к текущему уровню зарплаты своей. Но как только все-таки семья появляется, тогда все резко меняется. Так же и у нас... Понятно. Спасибо большое. И вот вопрос, опять же, возвращаемся к жизненным стратегиям. Насколько вот сейчас, допустим, абитуриент, который поступает в СУЗ или высшее учебное заведение, учебное заведение представляет, так скажем, информацию о том, какой у него будет уровень зарубежных плат, когда он закончит, когда он два года будет уже развиваться в рамках этой карьеры, и когда он, допустим, из токаря четвертого разрада превратится в токаря пятого разрада, условно, если мы говорим о выпускнике СУЗа. Вот дает ли учебное заведение представление сегодняшнему 17-летнему, 18-летнему молодому человеку информацию о том, какие деньги он будет получать после окончания учебного заведения через 10 лет? Ну и вопрос такой, может быть, прозвучал риторически, но... Да, да, нет, это не... Наверное, все-таки больше... Я как раз в сфере занятости хотел спросить, в сфере занятости, да, Клара Алексеевна. Конечно, был в сфере образования, но во всяком случае... Добрый день, да, уважаемые участники дискуссии. Во всяком случае, в каждом ВУЗе и в СУЗе созданы центры по трудоустройству, и вот когда мы с ними встречаемся, они всегда говорят, что мы даем эти представления своим студентам, и организуют они и ярмарки, ну вот, я не знаю, тут вот... И, я думаю, в университете это есть, в УКИ проходят большие ярмарки, где приезжают потенциальные покупатели, и в том числе из других регионов Российской Федерации. Но нужно понимать, что ситуация, она достаточно быстро вот меняется, вот хотя вот вы сказали, что вы за 20 тысяч не пошли бы работать. Вы не пошли, потому что у вас есть опыт, у вас есть имя, у вас есть багаж. Я и в 25 лет не пошел бы, если бы не было 25 лет. Ну, когда вам 25, там, наверное, вообще было 100 рублей зарплаты, и за 70 работали. И поэтому, как бы, иногда есть некое... Вот я все это сидела, слышала, некое противоречие есть, когда молодежь говорит сразу, закончив, и хотят получать большую зарплату. Но есть ли компетенции для этого? Вот сейчас вы Headhunter, да, Илья, приводила. Я посмотрела, есть такой, как бы, общероссийский государственный информационный ресурс, называется Труд 7, работа в России. Там вот 40 тысяч вакансий. Я думаю, есть ли требования к опыту работы в этих 40 тысяч запустила? Посмотрела, 33 тысячи не предполагают вакансии, никакого требования к опыту работы. Посмотрела, так бегло пробежала, какую же зарплату предлагают. Средняя зарплата, ну, реально, да, без опыта работы 25 тысяч. То есть вот, вот этот, ну, реальная сегодня ситуация на рынке труда, и поэтому в любом случае молодой человек, выходящий из стенообразовательной организации, он не может претендовать на зарплату выше 25-30 тысяч. Если, и вообще, вот мы смотрели у себя, думаем, вот насколько быстро заполняются вакансии. Кстати, вакансии заработной платы достаточно, ну, невысокой заработной платы, в пределах 25 тысяч заполняются очень быстро, потому что там нет каких-либо требований. Если заработная плата уже 80-100, там уже масса новых, ну, дополнительных компетенций, умений, навыков каких-то, знаний, они заполняются у нас практически иногда и по полгода ищут работодатели, чтобы эту вакансию заполнить. А вообще, говоря, вот вы говорите, положительные сальдо в республике по молодежи, да, я вот посмотрела данные Госкомстата, за последние пять лет численность молодежи сократилась по республике на 130 тысяч. И это не вопросы миграции, скорее, это вопросы демографической структуры населения. Сегодня в трудоспособный возраст вступает малочисленное население. В любом случае, выходит из трудоспособного более многочисленные, вообще трудовые ресурсы сокращаются. А если посмотрела, вот я тоже глянула, сельское и городское население, именно молодежное, за последние пять лет на селе всего лишь падение на 12 тысяч. В городе падение намного выше, более 100 тысяч в городе. То есть вот и говорить, что молодежь уезжает, прямо вот из села Дана уезжает для получения образования. Не зря как бы государство делает все для того, чтобы система колледжа работала у нас на местах. И хорошее полноценное среднее образование сегодня можно получить в каждом практически райцентре. У нас, наверное, нет только в Тюличах, по-моему. Насколько я помню, это единственный район, где нет учреждений среднего профессионального образования. Новый отделившийся район, который, да, район в свое время отделился. А так, в принципе, сегодня молодежь и получает образование, и очень много детишек уходит после девятого класса, и с большим удовольствием идет в систему среднего профессионального образования. И при этом они раньше начинают зарабатывать и быть более самостоятельны, потому что они имеют уже профессию и навыки работы. Спасибо большое. Я просто добавлю цифру про ожидания молодежи. Вот вначале мы ссылались на исследования высшей школы экономики. Там есть цифра об ожиданиях школьников в заработной плате 50 тысяч рублей. То есть 40 тысяч уже это студенты, наверное, которые столкнулись с реальностью. Да, это тот диссонанс, который мы встречаемся. Надо понять, как формируется этот запрос. Он формируется в том пространстве, где те сценарии, которые там обсуждаются, там формируются, они немножко оторваны от реалий. Потому что это происходит через те каналы, через социальные сети, через интернет, через соответствующий контент, который формируется. Вот я хотел сказать тоже один тезис касательно молодежи, которая уезжает из районов. Я могу сказать то, что я, к сожалению, сейчас цифры не могу сказать конкретные, но это однозначно большое количество той молодежи, которая уезжает не только за тем, чтобы попробовать получить высшее образование в большом и крупном городе, но там молодежь, которая, получив образование, попробовав себя найти, возвращается в район, не сумев найти свое место в крупном городе. И это другой момент, другой вопрос относительно того, чтобы были созданы условия в сельской местности, в районных центрах, для того, чтобы эта молодежь смогла как-то найти и стать полезной для того, чтобы вносить какой-то свой вклад. Фактически просто, чтобы найти свое место на территории. Поэтому здесь, мне кажется, очень такой, ну, помимо, то есть это по поводу самореализации, помимо профессиональной самореализации, очень важный будет вопрос еще и социальной самореализации, для того, чтобы она в обществе, собственно, нашла свое место. Да, если позволите, просто на правах модератора добавлю тоже информацию. То есть, если мы взглянем, опять же, на карту, да, можно, если слайд, который был первый доклад, да, это третий слайд, если мы взглянем на юго-восток республики, да, Бугульма, Бавлы, Ознакаев, Ленинагорск, да, они достаточно близки к альмитической агломерации, да, формирующейся агломерации, формирующейся агломерации. Но есть такое закрытое исследование по общественным пространствам Европейского университета Петербургского. Вот эти города, они осуществляют свои урбанистические практики, так выходят, урбанистические практики не в Альметьевске, который находится достаточно на близком расстоянии, да, а в Октябрьском, так складывается, да, Октябрьский — это город с населением 100 тысяч, да, он меньше Альметьевска. Вот, и, там, возвращаясь к удовлетворенности инфраструктуры, видимо, вот для населения этих городов Октябрьск, ну, предоставляет больше неких инфраструктурных возможностей. Хотя Альметьевск мы видим очень сильно... Там, может быть, все что угодно, я привозила этот пример, когда мы обсуждали заранее. Три года назад мы делали проект ревитализации исторического центра города Зеленодольск. Там есть исторический квартал Полукамушки, с которого начался город Зеленодольск. И вот мы сделали комплексный градостроительный анализ функций, чего там не хватает. Например, в Зеленодольске в четыре раза меньше детских площадок, чем должно быть по нормативу. И понятно, что для центра города хороший детский центр, здесь будет хорошим экономическим таким инвестиционным лотом. Нас поразило то, что, несмотря на наши выспранные предложения о книжном магазине и картинной галереи, жители очень хотели баню в центре историческом. Почему? Потому что они ездят в мысце, простите, Волжск, где хорошая коммерческая чистая баня. И вот, как бы, возможно, те, кто проектирует среду в Альметьевске, они также не очень понимают, что такого есть в Октябрьском, куда все едут. И поэтому надо людей сначала спрашивать, чем вы занимаетесь, в чем ваши деятельности, потребности, а потом уже проектировать под эту функцию. А возможно, здесь наоборот произошло. Не хватает как раз в торговых центрах, вот если мы говорим... Торговый центр, да, это то, что они говорят, а что они хотят на самом деле, это вопрос. Да, как раз вопрос о запросе. Нужно ли формировать этот культурный некий запрос? Или же люди справятся сами и сориентируются потом на более... Нужно их спрашивать, что вы сейчас делаете, что вас волнует, чем бы вы хотели заниматься, чем вы сами занимаетесь у себя дома. Так сформируется ТЗ на то, что должно быть в этом центре, а не наоборот. Потому что иначе мы представляем себе фудкор, детскую площадку, магазин с одеждой и сервисы. Вот что мы имеем в виду. При том, что вот это мой любимый пример сейчас перезагрузки такого торгового наследия в Уфе, где такой же ЦУМ, как у нас, типовое строение, переформировали в центр образа жизни. Они называют это лайфстайл-центр, где нерентабельные площади, темные площади, неудобно расположенные площади, наш ЦУМ тоже, я думаю, далеко не весь обжит, отданы под творческий центр коммерческий и под всякие общественные функции. Таким образом капитализация этого места повысилась, потому что повысилось количество сценариев, количество посетителей увеличилось. То есть люди, которые у них на территории торгового центра на маленькой арендной ставке вырастают в творческую индустрию, такие есть, начинают арендовать у них площади в центральной части. То есть вот эта сложная модель, которая не возникнет, если сначала мы не проанализируем сложившиеся практики и не спросим тех, кто уехал, чем бы они хотели заниматься, если бы они могли вернуться, и какие-то цифры, сколько они готовы платить аренды, сколько они хотят зарабатывать, и потом это сопоставлять. По-другому это не происходит. Заключительный момент, да, к сожалению, и напоминает, и о регламенте. Да, пожалуйста, мне есть важное то, что здесь не прозвучало, о чем мы говорили долго об образовании, ожиданиях зарплатных и спросе, которые есть. Есть то есть Петра Георгиевича Дровицкого о том, что в действительности образование тогда эффективно, когда специалист за первый год работы зарабатывает столько, сколько стоило его образование. И дальше здесь может быть дискуссия о том, что есть специальности, которые однозначно нуждаются в дотациях, например, гуманитарные специальности. Но, с другой стороны, речь идет еще и о целесообразности тех специальностей, которые мы получаем. И здесь поэтому должна быть прямая связь с производствами, которые заказывают определенное количество рабочих мест, и, возможно, меньшая роль государства, потому что государство не может весь этот огромный, неперевариваемый массив информации переварить, чтобы сформировать запрос. У нас сейчас нет плановой экономики, у нас есть экономика рыночная. И поэтому каждый университет должен сам формировать со своими партнерами из бизнеса то, какой у них есть запрос на специальности. Тогда вот это будет адекватно, потому что не хочется играть в эту игру коучей, но, ребят, пожалуйста, кто поступил на первый курс, знай, что вообще происходит на его специальности, кем он будет. Два человека в зале, три, четыре, пять. Кто из вас работает по специальности? Еще пять человек. Вот это вот разрыв с реальностью. Я сама закончила здесь социологический факультет, и я знаю, о чем я говорю. Я единственная из 30 человек, кто работает по специальности. Пока этот разрыв не будет решен, разрыв между ожиданиями и запросами, будет таким же. Я не говорю, что здесь государственные органы в сфере образования, Министерство образования не делает ничего. Мы видим из ваших комментариев, что вы делаете много, и это классно, слышать то, о чем вы говорите. Но вот этот ответ на вопрос про жизненные сценарии. Потому что он формирует программы дальше. То есть я, например, учусь за счет корпорации, потом работаю в ней пять лет, в отдаленном районе, откуда я родом, или как это происходит? Потому что потом ты со своей прекрасной специальностью оказываешься на самом деле с малым набором компетенций и без практического опыта на рынке, где ты никому не нужен. Ну вот это как раз вопрос о четком образе профессии и четком образе доходов. И конкретном заказчике твоей деятельности дальше. То есть создание этих образов тоже важно для молодежи. Создание запросов. Да, судя по поднятым рукам. Ну, мы уже вот, получилось у нас несколько таких предложений, да, исследовательские предложения, что нам важно исследовать. Ну, может быть, это тоже можно озвучить как предложение. Есть, может быть, интересные кейсы про тех возвращенцев, которые, да, оказывается, да. Ну, я буквально, наверное, я вот информацию твою перебью, да, как раз. У нас есть множество кейсов на самом деле, и, наверное, даже может быть интересно их выкладывать, эти истории. И это может быть тоже каким-то, вот пока предварительная интернет-площадка, где мы можем выкладывать эти исследования, где мы можем их обсуждать, и где мы можем, возможно, видеть различные кейсы, да, кейсы людей, которые оказались, возвратились в Татарстан. Я немного другой даже кейси назову. Кейси Кристины Каслановой. Это поселок Урусу. Человек ехал в Петербург, отучился там, работает там, но возвратился в Урусу в отпускное время, в летнее время для того, чтобы осуществлять интересный социальный проект для этого микрорайона. Добился разных источников, так скажем, финансирования своей деятельности. Это просто площадка, где жители поселка Урусу, кстати, достаточно населения с развитыми урбанистическими практиками, слушает лектории, играет в теннис. Общественный центр. Да, общественный центр. За достаточно небольшие деньги, там, грантовую сумму, я даже могу озвучить, это 100 тысяч рублей было. То есть человеку было интересно в отпускное время приехать в свой родной поселок. Он не ориентирован на то, чтобы оставаться в Урусу, но он хочет что-то дать этому микрорайону. И, возможно, опять же, такая исследовательская гипотеза. У нас есть еще люди, которые бы хотели отдать что-то своему родному, малому городу, сельской территории. Возможно, казанские ребята хотели бы что-то сделать для сел. И вот это тоже нужно, я думаю, пробовать понимать, исследовать, есть ли у нас люди такие, которые ориентированы. И, возможно, эти кейсы более активно распространять. Мне кажется, здесь важно сказать, что надо распространять не кейсы, хотя они важны для вдохновения, а важно распространять технологии. Краундфандинга, поиска партнеров себя на территории, выстраивание отношений с администрацией и управление дальше этим проектом. А это вопрос к идее как раз Министерства молодежи, корпоративного университета. Ну, можно сказать, где будут готовить социальных проектантов, да? В целом, перезагрузка кадровая во всех сферах, которые касаются работы с молодежью. Изначально отрасль, ну и помимо этого, это касается и тех специалистов, которые работают с молодежью на предприятии, для того, чтобы то, что стало успешным в одном районе, безусловно, с учетом специфики этого района, чтобы затем это можно было перенести на другой район, другой поселок, другой районный центр, изучив предварительно, безусловно, особенности этого района, да, запросы, проведя исследования, но опять-таки тиражировать вот эту вот технологию. Я пригласил сюда, так скажем, ходячий даже кейс, извините за такой сленг. У нас есть человек, например, который переехал в Казань для того, чтобы создать федеральную сеть компаний. Он это создал, да, помаши рукой, да. Есть у нас человек, политолог, который в Индии закончил университет, Закир, помаши рукой. Это те люди, которых нужно спрашивать, наверное, да, чем им стал интересен, чем им стал интересен этот город, что важно для них в этом городе, и как вот их, так скажем, желание работать в Казани можно, может быть, распространить и на других молодых людей. И я думаю, у многих здесь, и сидящих в этой аудитории есть люди, которые знакомы, которые могут подтвердить это, ну, хоть небольшое, но такие росточки позитивного возвращения в республику. У меня есть предложение карте инициатив по результатам этого нашего сегодняшнего обсуждения. Поскольку у вас есть для этого техническая база в виде, собственно, карты республики, то совместно с другими участниками здесь, с Министерством молодежи и так далее, сформировать опросник для глав районов и для предприятий в районах о том, какие у них сейчас есть проблемы актуальные в сфере городской среды производства, какие у них есть актуальные вакансии, и разместить у себя на карте. Потому что то, о чем мы говорим, вот эти все кейсы, возвращение бизнеса, это на самом деле речь про социальное предпринимательство. Когда у нас есть некая социальная проблема, и мы придумываем предпринимательский способ извлекать прибыль для того, чтобы эту проблему решать. Для молодых людей это хорошая вещь в их резюме и вообще практика. Для этого нужно бы заранее понимать, какие проблемы. Если мы понимаем, что за проблемы с городской средой или с конфликтами, то тогда проще понимать тому, кто захочет вернуться в свой район или сделать что-то в каком-то другом районе, которому нравится, каким образом это сделать. И некоторые вещи лежат на поверхности. И мне кажется, это хорошее было бы предложение в протокол нашего сегодняшнего встречи. Потому что Чистополь, у которого, очевидно, проблемы с туризмом, а очень большой туристический потенциал, это просто написано прямым текстом. Ну и есть другие такие же очень очевидные вещи, а где-то не очень очевидные вещи. Это вот прямо отдельная тема бренда территории, которая завлекает людей. Не бренда территории, а просто я видела прекрасный инструмент, кому интересно и кто связан с экономическими специальностями, есть инвестиционная карта Ленинградской области. Вы открываете карту Ленинградской области, и вы видите типы инвестиционных площадок, их собственников, ограничения и стоимость земли. Если вы инвестор, вы можете просто посмотреть, что из того, что у вас есть, соответствует участку. И так же должно быть с республикой и возможности реализации молодых людей. Инвестиционные ниши. Да, то есть просто, ну, как бы, что происходит. Потому что пока системной этой информации нет, о чем мы здесь все говорим об исследованиях, непонятный. Молодой человек должен понимать четко, кому ему с этим идти дальше. Мне кажется, Мария очень такую актуальную тему затронула. Она касается здесь вот этой вот системной проблемы, которая заключается не только, может быть, в отсутствии каких-то интересных предложений, механизмов и технологий, сколько в отсутствии таких, ну, сформулированных и вот в этом вот большом информационном потоке внятных, направленных на молодежь, конкретных предложений о уже имеющихся возможностях. Да, то есть условно. Мы хотим общественно-культурный центр. У нас есть старый ДК, вот, пожалуйста. Есть то, чему нам, я могу от лица министерства по делам молодежи сказать, то, что мы видим своей задачей, это, конечно, перенимать опыт таких ведущих корпораций, которые уже давно научились работать в цифровом мире, которые гораздо лучше знают ту аудиторию, с которой они работают, потому что для них это, ну, вопрос выживания. И Google, и Яндекс, и Кока-Кола, они научились давно уже работать с аудиторией, которая, ну, имеет свое такое, и цифровой паспорт в том числе. Мы же, в свою очередь, предлагая большое количество разных мероприятий, разных проектов, ну, зачастую, как в первый раз, общаемся с нашей аудиторией, хотя, которая вновь и вновь приходит. И если бы вот была вот эта вот самая связь, это, ну, можно сказать, как очередной запрос, который, или очередная задача, которую мы перед собой ставим, это вот формирование такой некой CRM-системы для взаимодействия с нашей аудиторией, которая позволит нам лучше ее понимать, лучше знать и лучше доносить до нее актуальную информацию в соответствии с ее запросами, которая может анализироваться с использованием того же самого искусственного интеллекта. Очень важно, чтобы у вас была с ними нормальная, живая обратная связь. Ну, конечно, потому что для того, чтобы это не был канал информирования, а это был прямой канал, куда они могут обратиться, чтобы вы, если я правильно вас поняла, из-за первого вопроса к вам, Айрата, про вашу задачу, на самом деле, видимо, министерство видит свою задачу в том, чтобы выступать модератором между сообществом, между молодежью и институтами власти. Это функция одна из приоритетов. Я прошу прощения, нам напоминает о регламенте, и это действительно так, несмотря на интересные факты и интересные предложения. Мы в любом случае, все, что прозвучало сегодня здесь, мы систематизируем. Мы, это некий такой тоже мозговой центр, который решил запустить эту площадку, мы это систематизируем, мы, возможно, увидим какую-то рефлексию от вас, мы систематизируем те доклады. Не все доклады, кстати, прозвучали, у нас там есть очень интересный доклад Высшей школы экономики про культурные поля, про сообщество, и там тоже есть про запросы сообществ на отъезд, а может быть, наоборот, на желание остаться здесь. И мы, напоминаю, говорили не только о миграции за пределы республики, но и внутри миграции. Мы, к сожалению, на этом акцент не успели сделать. Эти вещи еще мы, надеюсь, систематизируем по окончании этого мероприятия. Вопросы сейчас здесь будут. Я как раз хотел передать вопросы зала, и нам, ну, у нас сколько, Леонид Григорьевич? 5 минут, да? Ну, 5-7 минут, не больше, да? Друзья, вопросы? Средства массовой информации тоже их задавали. Комментарии, возмущения, пожалуйста. На комментарии по одной минуте, пожалуйста. Комментарии, вопрос, да. Я буду останавливать. Здравствуйте, коллеги. Галина Слават, Российское движение школьников, да. Я прокомментирую, добавлю к вопросу, знают ли школьники сейчас, сколько они будут зарабатывать, они знают уже. Они уже в этом возрасте уже начинают сделать и классы, планируют, куда они будут идти, сколько они будут зарабатывать, сколько стоит айфон, сколько зарабатывают родители, какие проблемы дома. Они знают, сколько должны зарабатывать и сколько хотят зарабатывать. Это первое, да? Второе, как некая ремарка, может быть, да, исходя из аналитики или как просьба Минмолодежи при формировании программы, очень много говорилось про талантливых людей, про возврат высокопотенциальных людей. И вот тут вопрос, сколько денег тратит на эта республика? Она возвращает человека сюда, она дает ему жилье, дает высокую зарплату. КПД какой? То есть возврат средств в республику, какой он вообще происходит или нет? Это как-то просчитывается или нет? Потому что, если посмотреть даже по хэт-ханферу, основной запрос у работодателя это на производство и на продажи. А именно эта сфера формирует НДС, добавленная стоимость, которая стоит в республике. И вопрос, что нужно для экономики республики? Может быть, уделить больше внимания обычным, простым парням и девушкам, молодежи и больше времени заниматься? Это как ремарк. Спасибо. Спасибо большое. Не комментируем? Айрас, не комментируем? Может, просто буквально одна реплика. А кто сказал, что в производстве и в продажах потребность молодых людях, скажем так, невысокого интеллектуального потенциала? Потому что, когда мы говорим про производство, то есть мы не расшили, это достаточно емкое и крупное, понятие производства. Какие именно специальности? Может быть, это руководители, может быть, это те, кто будут операторами на сложных машинах. Поэтому вот этот момент такой неоднозначный, как и в продажах. То есть продажи, маркетинг, например, вот это направление, но это то, которое требует большого креативного потенциала. Это как раз относится к сфере креативных индустрий. Поэтому тоже здесь... Я согласна здесь. Можно вас примерить очень коротко? Таких вот ребят, о которых мы тут очень долго говорили, от 5 до 10% на самом деле. Вот эти, которые хотят саморазвиваться, все время расти, до 30 лет все время поменять работу и не понимать, кто они такие, как я, например, была. А есть 80% ребят, которые хотят спокойно жить, девушки, которые хотят выйти замуж, посидеть в декрете, выйти на предсказуемую работу. И да, у них должна быть такая возможность. И более того, и они будут жить в этих городах, в малых городах. И да, это справедливо. Просто, возможно, нам следует сделать еще одну встречу, которую посвятить сценариям тех, кто хочет вести спокойный образ жизни. И в дополнение сценарием дополнительного заработка, потому что не секрет, молодежь, она работает не только на официальный заработной плат. Сколько это молодежи? На какой ориентирован дополнительный доход? Сколько дополнительный доход в структуре его дохода в семье занимает? Какие это виды деятельности? Это тоже целое поле исследования. Друзья, еще вопросы? Да, Закир, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Закир. Да, меня представили как политолога. Я по образованию получал политологию, но вот как здесь тоже сказали, здесь я приехал в Казань и больше ушел в сферу языковую, точнее, английский язык. И что хотел сказать, некая такая ремарка, может быть, предложение, что у нас с системой обучения иностранным языкам все очень грустно. То есть я могу это однозначно сказать, занимаюсь этим уже больше 13 лет. И здесь, почему это так происходит, как мне кажется, здесь нет некого административного ресурса или административного инструмента, когда мы как частные люди, которые этим занимаются, которые преподают, которые идут в систему образования через бизнес, есть предложение, есть возможность вот ту систему образования, в частности, языковую, улучшить, но ты постоянно ударяешься в то, что никто ничего не хочет менять. В моем случае, соответственно, мне пришлось идти через какие-то частные инициативы и через собственный пример, через собственную практику создания какой-то своей уже авторской методики, применения и показывать это все вот как это работает. Так мне кажется, как вариант того, что можно было бы делать, это создание некой такой площадки бизнеса, власти, вот молодежи в этом случае, я думаю, было бы вообще полезно для всех нас, Headhunter, чтобы мы могли и подобрать специалисты и обучить новых специалистов, которые хотят этому учиться, потому что, вот еще один момент такой скажу, что многие компании, когда запрашивают, что английский язык важен, английский язык нужен для их сотрудников, они до конца не представляют, что конкретно нужно. То есть есть некая тенденция, что все должны говорить, но конкретно, что не говорят. И второй момент, это то, что я сталкиваюсь уже в гимназиях, в школах, это когда есть некая система, сначала она была советская, никуда не годилась, потом она стала там, переняли американскую, я думаю, в этом плане, я думаю, мне поддержите, что на Западе тоже очень много вузов, которые никуда не годятся. Просто потому, что на американский все люди думают, раз там было, раз это американское название, значит, это круто. Соответственно, нужно донести до людей большого количества, это нельзя сделать без какой-то общественной встречи, донести до людей, что можно изменить, можно изменить систему, можно улучшить на практике обучение языку. И еще один момент, последний, чтобы не занимать время, скажу, что если сценарии у людей уехать, если они будут знать хорошо язык, во-первых, а, у них больше шансов здесь найти, и во-вторых, очень большой, очень большой объем информации о Западе, как о неком месте, где точно можно заработать, сразу отпадет, потому что там тоже очень много подволнных камней. Вот резюмируя, думаю, что если эта тема интересна, вот как раз создать некую такую площадку, чтобы можно было и язык, и государство, и бизнес собрать, обучить это намного в разы быстрее, чем это делается сейчас. Спасибо. Спасибо, Закир. Ну, в любом случае, мы имеем возможность какие-то давать формулировки, хэштег у вас есть, мы это все анализируем. И вот когда мы готовились к этому мероприятию, я просто делал запрос к HeadHunter, если у, это важный просто запрос, если у компании ориентация на московский или питерский диплом, мы здесь, как такового нет, да? Вот просто как... Нет, на самом деле нет, сейчас диплом, то есть, по-моему, комментирую, сейчас, на самом деле, работодатели тоже отмечают, мы в тесной связке с работодателями работаем, и на мероприятиях с ними встречаемся, и каждый день по телефону общаемся, то есть сейчас, на данный момент, они не ориентируются на московские дипломы, не смотрят на оценки, которые там, не знаю, красный диплом, и синий у тебя был, на самом деле, важно, самое главное, сейчас на первый план выходит, это желание и стремление кандидата к развитию, к росту внутри компании, его амбиции, в том числе, да, и желание учиться, обучаться внутри компании, вот, и на личные качества, сейчас очень смотрят, то есть на обучение, то есть на гибкость, да, на коммуникабельность, как я уже сказала, вот те качества, которые я озвучивала, на самом деле, эти качества, в том числе, являются требованиями со стороны работодателей, то есть, да, спасибо большое, последний вопрос, коллеги, и мы вынуждены заканчивать, вопрос, комментарий, добрый день, коллеги, я представляю Казанские федеральные университеты, вот в плане миграции, хотела бы сказать, что у нас наоборот, вот наша кафедра, она наша кафедра управления человеческими ресурсами, 90% студентов, это приезжие из других городов, республики и городов России, и мы наоборот, вот если спросить ребят, они сегодня со мной, здесь как бы настроены, и вообще они очень хотят остаться именно в республике Татарстан, и рассматривают рынок труда республики Татарстан, вот, и видят себя здесь именно, вот даже если не говорить о российских городах, то это страны СНГ, вот представлены тоже у нас в университете, поэтому здесь, конечно, вот создавать условия, да, для вот именно этих ребят хотелось бы, чтобы они тоже нашли себя не только на рынке, но и как вот жители нашей республики, чтобы была поддержка в плане и жилищного какого-то, да, вопроса, вот, поэтому я вот это хотела добавить, что наоборот, Казанский федеральный университет, он вот как такой, наверное, магнит, вот сейчас, для других городов, ближайших, в плане, вот, находки себя на рынке труда. Как Москва, последний форпост на миграцию молодежи из России, так Казань, да, из Катарстана. Большое спасибо. Я хочу тебе добавить фезис о том, что вот каждый раз, когда я спрашиваю людей, которые остались, что же вы здесь остались, а иногда спрашиваешь активистов какой-нибудь группы типа парки Севастополя, вообще откуда, ребята, выясняется, что в этой группе парки Севастополя из 11-10 переехали сюда, и на самом деле горожанин, это тот, кто выбирает тут жить, и это важно, а вот как формируется этот выбор, это задача вот ко всем здесь присутствующим. Можно я пополню? Я тоже не понимаю, я тоже закончила прогноз к университет, работала тут, конечно, не по профессии, но я тоже после вуза, поработав здесь буквально года два, уехала в Москву. Два года у меня было повышение там и так далее, то есть, но я вернулась в Казань, потому что я поняла, что город для, ну, Москва не для меня, да, для жизни, а Казань это мой родной, любимый город и для жизни комфортный. Ну, конечно, я вернулась на другую должность, он уже на руководящую должность, потому что в Москве действительно опыт там получения там за два года я очень сильно там развелась и в Казани не видела таких перспектив, но я вернулась в Казань, потому что это мой родной, любимый город и для жизни комфортный. И после этого действительно моя карьера пошла вверх, потому что я не знаю, сколько бы мне потребовалось времени здесь, в Казани. Вы как бы качнула. Да, 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 потребовалось в Казани, да, может лет пять, может шесть, для того, чтобы я доросла до этой должности, а в Москве за два года и потом сразу в Казани. Большое спасибо. Друзья, на самом деле и кейсы тоже можно описывать разные, да, но мы можем говорить бесконечно о разных историях, они очень интересны на самом деле, и их важно тоже фиксировать, систематизировать. Пожалуйста, хэштег, пишите, мы будем стараться собирать информацию от вас и предложения. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, первый блин не оказался в комнате. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ